А я вам говорил, нужно сразу вызывать полицию и охрану сюда ставить. Жители, да господи, как вас тут много! Каждый день что-то в деревне происходит. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь в деревне жителей номер 13. И вы только посмотрите, я проснулся от просто криков, ребята, шум. Все друг на друга, ребята, повышают голос, ссорятся. И я не понимаю, что произошло-то, хоть кто-то мне расскажите, пожалуйста. Просто понимаешь, Пиксель, нам сегодня привезли новую машину строительных материалов, а ее угнали прямо среди милого дня. Это вина полиции! Да! Да никакая это не вина полиции, ребят, мы сейчас совсем постараемся разобраться. Да, машина тут, конечно, ребята, действительно, судя по всему, еще уехала с каким-то взрывом. Да, выглядит это, конечно, жутковато, и я понимаю, почему жители, ребята, так открыто тут сейчас устроили вот такое вот сборище. Так, давайте прежде, ребята, чем поддаваться панике, нужно все правильно, ребята, осмотреть. Так, давайте, в принципе, этим и займемся. Правда, с этой стороны полиция все перекрыла, ребята, но подождите-ка. Можно же машину всегда найти по следам, тем более, если машина грузовая, соответственно, и следы, ребята, должны быть соответствующие. То есть вот, видите, они все такие, ребята, в грязи и так далее, но я не понимаю, а в чем проблема? Просто пройтись по следам. Жители, не беспокойтесь, я сейчас постараюсь во всем разобраться. Так вот, следы идут, ребята, они продолжают свое движение в эту сторону по диагонали прямо в лес, и вот тут следы, как я понимаю, обрываются. Ну и ладно, мы сейчас все осмотрим. Видимо, ребята, кто-то хорошо замаскировал машину, но зачем ее вообще угонять, я до сих пор, если честно, не понимаю. Так, опа, бежим тут кругами. Подождите-ка, серьезно? Если мне не показалось, ребята, то, ну вот она. А, тут даже следы продолжались, я просто не заметил. Она буквально в паре метров. Может, она просто, ребята, кто-то откатил из жителей, подумал, что какая-то незаконная парковка. Никто ничего не угонял. Да посмотрите, в ней даже ключи стоят. Сейчас, ребята, мы ее вернем на место. Так, опа, 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 ребята, поворачиваем, заворачиваем сюда. Жители, аккуратно, постерегись. Так, ребята, давайте ее припаркуем куда-нибудь вот сюда. Так, отлично. Устанавливаем ее прямо тут, и вот, жители, не нужно паниковать, нужно просто разбираться во всем, понимаете? Пиксель-то, да просто герой. Он герой, ребята, он нашел эту машину. Мэр бы нам всем голову открутил. Да какой я герой, ребят, я просто как бы по следам прошелся. Очень странно, что полиция этого не сделала. Ребят, вы чего? Это же так просто. Понимаешь, Пиксель, наша задача стоять тут и охранять улики, то есть эту яму. Но раз уж ты нам помог, слушай, может быть, тогда на денек присоединишься в наши ряды? В ряды полицейских? Слушайте, ребята, мне кажется, это интересно. Я, если честно, не против. Ну вот и отлично, форму я тебе уже выдал. А, а, серьезно? Ребят, а как это произошло? О, вы посмотрите на меня. Теперь у меня действительно есть полицейская форма. А в моем инвентаре, ребята, есть пистолет, патроны на него, радиостанция, видимо, для связи со своими коллегами, фуражка полицейского и полицейский жетон. Давайте это как-то вот так вот красивенько тут все разложим и посмотрите, теперь я действительно, ребята, работаю самым настоящим полицейским. И это круто. Осталось дождаться только какого-то, знаете, важного для меня вызова и бежать, ребята, помогать жителям моей деревни. А вот первое сообщение. Прием, прием, на болоте требуется помощь. Повторяю, на болоте требуется помощь. Два вооруженных. Если честно, ребята, подобного у меня просто мурашки по коже. Я уже бегу, потому что просто представьте, судя по всему, моего коллегу, ребята, то есть такого же полицейского, взяли сейчас просто, ребята, я не знаю, в окружение какое-нибудь. Его реально кто-то окружил, скорее всего, так, на болоте. А где именно на болоте? Он не сказал. Алло, выйдите на связь, прием, прием. Никто не отвечает, ребята, е-мое. Так, может быть, я вижу. Тихо, я увидел одного, ребята, вон, видите, стоит. Посмотрите, у него в руках автомат. Я слышу, я слышу выстрелы. Я слышу выстрелы, я так понял. Получай, 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 получай. Видите, он не понимает, отлично. Одного, ребята, положил, замечательно. Проходим дальше. Я уже тут. Подмога близко. Так, ребята, нужно отходить назад. Что-то я вообще не попадаю. Вот, видите, я же говорил, его окружили. Я тут, все нормально будет. У меня осталось, ребята, две обоймы. Это очень мало. Именем закона Майнкрафта я сказал, сдавайтесь. Полиция, сдавайтесь, кладите оружие. Смотрите, на меня идет. Так, ребята, минус один. Так, все пошли вон. Так, ну-ка, ну-ка, а ну не подходи ко мне. А давайте с ним на руках поборемся. А ну пошел вон отсюда. Так, ребята, дерется он достаточно сильно. Но я сильнее, ребята, потому что у меня сила закона. Ладно, я понял, ребята. Что-то он с этой дубинкой уж совсем перебарщивает. Фух, ё-моё, я успел. Ты как, нормально? Ты не ранен? Господи, хорошо, что ты пришел. У меня просто пистолет, пистолет уронили. А что тут случилось-то толком? Я нифига не понимаю. Это все? Их больше нету? Это все, да. Да, они ограбили местное отделение банка. Там, в домике ведьмы. Сам проверь. Я побегу за подмогой. Давай, давай, я пока тут все проверю. Местное отделение банка? Серьезно? Так, давайте попробуем туда подняться. Только, блин, как бы это правильно сделать, ребята? Судя по всему, полиция сейчас будет выкапывать землю для того, чтобы подняться наверх. Я надеюсь, там никого больше не осталось, ребята. Так, вуаля, аккуратно. Полиция! Я вхожу! Так, ребята. Ну, слушайте, здесь действительно никого нет. Ё-моё! Вы посмотрите! Здесь и вправду, ребята. Один, два, три, четыре. Это что? Ой, ё! Это, ребята, золотые слитки, если не ошибаюсь. Давайте проверим. Так, доступка золотых слитков. Ох, какие они тяжелые. Кладу их на место, ребята. А вот в сейфе... Ух, ё! Ребята! Вы только посмотрите! Они действительно ограбили банк! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь стаков, ребята. Это именно пачечных купюр, то есть долларов, ребята. А ещё один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь стаков изумрудов. Это просто огромные суммы! На подобные, ребята, обычный житель может прожить целый год. Ё-моё! Подмога так быстро приехала. Вот это, я понимаю, ребята, конечно, полицейская коммуникация. А, коллеги, всем большое спасибо! Я там ничего, в принципе, не трогал руками, кроме золотых слитков. Я, в принципе, побежал дальше на работу. Так, ребята, знаете, что я могу сказать? Работа полицейским действительно очень опасна. Представьте, что если бы, ребята, я не прибежал на сообщение о подмоге. Его бы просто-напросто застрелить там могли. Или в плен какой-нибудь взять. Да всё, что угодно, ребята. Если он говорит, что потерял пистолет, этим точно кто-то должен заняться. Фух, ё-моё. Если честно, ребята, после такого хочется немного отдохнуть. Просто-напросто, знаете, зайти домой, снять себе эту служебную фуражку. Давайте всё пока что положу вот сюда, в тумбочку. Сяду, ребята. Сейчас давайте возьму чаёк. Да, в принципе, почему бы и нет. И просто-напросто, ребята, после такого небольшого, ребята, трудового дня хочу посмотреть какой-нибудь ролик на Ютубе и выпить чашечку чая. Так, открываем Ютубчик. Да господи, я только присел, и уже кто-то стучит. Я что? Господи. Здравствуйте. Здравия желаю. Вы Пиксель? Да, здравствуйте. Одну секундочку. Да-да-да-да-да. Я Пиксель, здравия желаю. Вы сегодня, конечно, отличились. Да я же вроде всё правильно сделал. В этом и суть. Вы огромный молодец. Мы решили вас повысить. С этого дня вы занимаете должность главного детектива в деревне жителей номер 13. Ничего себе, ребята. Да мне уже и форму выдали. Офигеть. Я, если честно, не верю. Большое спасибо за доверие. Дело у вас уже в инвентаре. Большое спасибо за службу. Так, я вас точно не подведу. Дело в инвентаре. Так, вот это я понимаю, оно. Книга и перо. Убийство в деревне жителей номер 13. Подозреваемый. Житель из дома 17. Подождите. Я знаю этого жителя. Он в жизни муху не обидит. А свидетели. Житель из дома 14 и житель из дома 16. Ребят, просто чтобы вы понимали, дом номер 17 это вот этот вот. 14 вот этот, а 16, ребята, вот этот. Это невозможно. Эти жители всегда между друг другом хорошо общались. Так, а где это произошло? Локация заброшенной дома деревни. Как я понимаю, ребята, это в той стороне. Верится мне, конечно, с большим трудом. Но давайте посмотрим. Действительно, тут все перекрыто. Добрый день. Я тут все сейчас осматриваю. Но, в принципе, да. Ё-моё, как это жутко выглядит. Ведь, ребята, посмотрите, действительно лежит житель. Кровь везде размазана. Так, а вот, я так понимаю, подозреваемый. Ну и что ты тут учудил? Ты же никогда ничего такого не делал. Да это розыгрыш. Они меня не слушают. Какой еще розыгрыш? Он бредит, господин детектив. Не слушайте его. Так, давайте, давайте я тут во всем буду разбираться. Сейчас все-таки я детектив. И я не хочу, чтобы невинные сидели в тюрьме. Так, давайте разберемся. Он говорит, ребята, о каком-то розыгрыше. Но, для начала, тут нужно все, получается, посмотреть. Так, я вижу, ребята, пятна крови здесь, вот тут и вот здесь. Также, ребята, вот с этой стороны я их вижу еще. И, посмотрите-ка, они уходят в лес. Так, прикройте меня, если что. Я куда-то иду по следам. Так, ребята, все осматриваем. Они заводят меня. Слушайте, я снова куда-то прихожу по следам. Если честно, я не какой-то пиксель, а какой-то следопыт. И это все меня приводит, ребята, в самый настоящий ящик, который стоит буквально в паре метров от так называемого... Правильно же? Да, убийство в деревне жителей. То есть, это убийство. Но здесь, ребята, я не вижу оружия. Здесь просто красный краситель и какая-то вода. Подождите, это вообще кровь? Ну, как бы, ребята, это странно не звучало, я хочу это... Так, ну, подождите, это не пахнет кровью. Это действительно пахнет краской. Я, кажется, понял, ребята, почему все это время житель мне твердил о том, что это розыгрыш. Судя по всему, они, ребята, тут все изляпали краской и решили так немного подшутить. Так, эй, житель, а ну вставай, ты меня слышишь? Конечно слышу. Меня никто тут не слушает, я же мой. Ну так вот, полиция, вы че мне мозг целый день пудрите? Сначала вы не могли найти машину, которая стояла в паре метров. Сейчас вы серьезно разбираете вот это вот преступление? Это же простой розыгрыш, отпустить всех обязательно. Да, господин детектив, так и сделаем. Но, чтобы жители так больше не делали, обязательно выпишите им штраф за то, что они вот такой вот неудачный пранк тут устроили. Нужно было хотя бы мэра предупредить, но вы тоже, конечно. Прости, Пиксель, мы думали, будет весело. Мы не думали, что так серьезно все обернется. Конечно серьезно, ребят, тут же полиция, тут все под контролем. Господи, для вашей же безопасности стараются. Да, ребята, конечно, сегодня денек получился у меня достаточно странный. Но полиция тоже молодцы, они ничего, ребята, не могут, знаете? Они как вкопанные везде стоят. Тут, ребята, они машину не могли найти, которая действительно в паре метров. Тут просто, да тут никакой, ребята, детектив вообще не нужен. Пару метров пройти, ребята, и просто логично подумать. Да и, блин, тут запах на самом деле очень стойкий. Ладно, ребята, оскорблять полицию можно, конечно, очень долго, но в любом случае полиция нас бережет, как говорится. Не забывайте подписываться на мой канал, ребята, нажимать на колокольчик, если хотите больше таких роликов. Всем большое спасибо за просмотр, ребята. Пойду отчитаюсь своему начальнику о том, что моя работа выполнена. Всем удачи, ребята, и пока.